Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. 1 мая в Ереванском офисе Республики Западной Армении президент Арменак Абрамян провел встречи со студентами отдела журналистики и дипломатии школы карьеры. Уроженцы Западной Армении Айк Бадекян о проблемах с Западной Арменией. Совершая геноцид против армян в Западной Армении, пытались уничтожить наш язык и культуру. Арман Гаро. Азербайджан требует выдворить армянских священнослужителей из монастыря Дадывак. Юная французская певица армянского происхождения Анаит Бояджан. Альбом открытия песни «Цвет граната». Уникальная выставка армянского костюма в Гюмри. 1 мая в Ереванском офисе Республики Западная Армения президент Арменак Абрамян провел встречи со студентами отдела журналистики и дипломатии школы карьеры. В выступлении президент Западной Армении представил студентам пройденный путь образования и военный путь, рассказал об основных причинах приезда в Восточную Армению и деятельности, которая совпала с Первой Арцарской войной. Представляя проделанную работу, провел параллель между Первой Арцарской и 44-дневной войной 2020 года, досконально объяснив, что война является частью программы турецких властей 1894 года, которая провоцирует геноцид против армян, истощая их силы, захватывая территорию. Поговорил о деятельности ООН в вопросе коренного народа Западной Армении, что еще больше заинтересовало молодежь, обучающуюся в дипломатическом отделе. Господин Абрамян, обобщив тему, представил важные пакты и договоры, которые играют ключевую роль в урегулировании вопроса Западной Армении. В конце встречи студенты имели возможность посредством вопросов и обсуждений получить больше информации, которую будут использовать в ходе учебы. В конце конференции президент Арминак Абрамян вручил студентам сертификаты. Уроженцы Западной Армении Айк Бадекян. Айк Бадекян известный скульптор в Сан-Франциско. По своеобразному стилю создал ряд известных произведений, которые украшают музеи, парки и здания городов в Соединенных Штатах. Бадекян родился в городе Ван Западной Армении. В первые годы формирования фотографии любознательный отец начал заниматься сыном, однако, будучи обвиненным турецкими властями в шпионаже в пользу России, был вынужден покинуть Соединенные Штаты. Вскоре Бадекян также уехал, проводя годы на процветающей ферме отца во Фресно, переехав в Сан-Франциско, начав заниматься скультурой. Заслужив имя талантливых скульпторов в Соединенных Штатах, оправился в Париж после крупного пожара в Сан-Франциско, чтобы усовершенствовать искусство. Многожанровые скульптуры мастера изображают Авраама Линкольна. Скульптура украшает здание мэри Сан-Франциско. Генерала США Джона Першинга, во главе которого американские военные вошли в Европу во время Первой мировой войны. Скульптура установлена на территории парка Golden Gate в Сан-Франциско. Также ряд классических и мифических персонажей. Бадекян создал декоративные скульптуры, украшающие фасады зданий, одной из которых – Метрополитан Лайф Буддинг в Сан-Франциско. Отдельной серьезной темой изучения является вопрос армянских детей, похищенных во время геноцида или чудом спасшихся после убийства родителей. Как свидетельствуют источники, в том числе турецкие, в годы геноцида против армян множество армянских детей были похищены турками и курдами. Часть армянских детей-сирот по приказу и инициативе османских властей была разделена в мусульманские семьи, в турецкие приюты и исламизирована. Факты, свидетельствующие об этом, хранятся в османских архивах. Сопоставив факты разных источников, можно сделать вывод, что насильственная исламизация и ассимиляция армянских детей в годы геноцида против армян осуществлялась на двух уровнях – государством и широким слоем общества. Армянские дети, потерявшие родителей, чудом спасшиеся от резни, находясь в безысходном состоянии и без присмотра, по приказу государства были исламизированы и разные мусульманские семьи. В качестве примера можно привести сохранившиеся в Османском архиве документы о геноциде против армян, где в официальном указе от 10 июля 1915 года говорится, что исламизированных армянских детей-сирот нужно передать благополучные мусульманские семьи, особенно в те села и поселки, где нет армян. Если число детей велико, отдать мусульманские малообеспеченные семьи, выплачивая им по 30 курушей в месяц за каждого ребенка, указать данные о количестве и местонахождении детей, отправив их в центр. Особо отмечалось, что дети передаются всеми при условии, что им будет предоставлено мусульманское образование. В эфире Вестерн Армения ТВ. Председатель Союза Армян Самосата Арман Гаро представил цель пребывания в мемориальном комплексе геноцида армян, сказав, что таким образом он разделяет боль с армянским народом. Начиная с 2000 года, год за годом, 24 апреля я приезжаю сюда, чтобы почтить память невинных жертв, в том время, как армянский народ до сих пор сталкивается с политикой отрицания турецких властей. Совершив геноцид против армян в Западной Армении, пытались уничтожить наш язык и культуру, а я являюсь сыном моей нации. Касаясь точки зрения турецкого народа о геноциде, отметил, проблема в турецкой системе, среди народов проблем нет. Если мы посмотрим на все глазами народа, то увидим, что здесь проблема власти. Репортаж можно посмотреть на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. Азербайджан потребовал выдворить армянские священные служители из монастыря Дадыванг. Армянские монахи должны покинуть монастырь Худавенг, так в Азербайджане называют армянский Дадыванг. Об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мунбариза Гурбанлы, заявив, что армяне не имеют никакого отношения к этому монастырю, поскольку он относится к Кавказской Албании и управление им рано или поздно будет осуществляться Албана-Удинской религиозной общиной. Таким образом, власти Баку начали массово уничтожать армянское культурное и религиозное наследие на оккупированных территориях. Ответ правительства Западной Армении прост. Монастырь Дадыванг и Хачкары со дня создания были армянскими. С разрушением кладбища в Джуге мир увидел применение окончательного решения в отношении армянского наследия. Эта политика алчности, монополизации, наследие калерного народа и его уничтожение сегодня продолжается в Барцахе. Юная французская певица армянского происхождения Анаит Бояджам в своем альбоме «Открытие» выпустила песню «Цвет граната». Молодые армянки отдают дань уважения предкам. Анаит спела песню «Цвет граната» – тот красный цвет памяти, который нужно стереть. «Человечество не может жить вечно, если хранит в подвале трупы убитого народа» – жорез. «После геноцида против армян наша борьба все еще актуальна, наши корни бесконечны. История не должна повторяться». Анаит выросла под классические французские песни. Ей нравится, когда музыка подчиняется словам. Артистка унаследовала армянскую культуру от бабушки и дедушки. Анаит брала уроки пения и скрипки еще в детском саду. «Союз двух культур» позволил мне более спокойно относиться к жизни. «Я должна делиться этим, так как это делала моя семья». В беседе с одним из французских изданий девушка отметила. «Война в Арцахе сделала выступление моей семьи сильнее. Все наши мысли были в Армении. Мы, армяне, с гордостью поем о своих корнях, не теряя нашу культуру. Обращаюсь ко всем людям планеты. Мы, армяне, мы все еще живы. Мы хотим двигаться вперед с высоко поднятой головой. Я никогда не перестану говорить о своих корнях». Уникальная выставка армянского костюма в Гюмри. В галерее сестер Асламадзям Гюмри открылась выставка под названием «Мотивы армянского Тараза» молодого моделера-искусствоведа Асмик Макарчан. В качестве испанатов моделер использовал куклы ручной работы. Искусствовед отметил, что идея зародилась еще со студенческих лет. Проект назывался «Познать национальное», который переименовался в «Мотивы армянского Тараза». На выставке представлено более 80 нарядов, 10-12 локаций, выделены рабочие, деревенские и городские наряды. Художница, заслуженный деятель культуры Республики Армения Сусанна Макарчан, приветствуя моделера за организацию красивой выставки, подчеркнула, «Тараз – это наука, это целый период, он несет в себя глубокую историю культуры, так как определением каждой нации является тараз и кухня». И в завершении новостей послушаем народную армянскую песню пандухта «Думан Патец». Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!